Послание святого апостола Павла к Галатам, шестая глава, шестой стих. Наставляемый словом, делись всяким добром, наставляющим, толкованием. Наконец, говорит об учащих, дабы наставляемые ими помогали наставникам и не в одном чем-нибудь, но во всех благах, уделяя им пищу, одежду, оказывая почтение, расположение и все вообще хорошее. Ибо получаешь больше того, что даешь, вместо вещественных благ получаешь духовные. Посему и называет это дело общением, потому что происходит обмен. Но почему Христос определил, чтобы учителя получали пропитание от учеников? По двум следующим причинам. Чтобы, с одной стороны, учителя не превозносили сильно, но, нуждаясь ученикам, были скромны. И чтобы посвящали время только слову, не заботясь о пище. А с другой стороны, чтобы и ученики в доброте к своим учителям учились быть такими же и по отношению к другим. И в то же время не стыдились и сами, находясь в бедности и нужде, так как и учителя их таковы. Пожалуйста, у кого какие-то мысли. У меня только на сегодняшний день, если мысли есть. Вот на сегодняшний день показать это практически невозможно. Потому что в школе у нас не так учат. Ну, не так, нету такого. Этим учителям заплатили деньги, как они будут учить? Ну, с них только спрашивают, знания там есть или нет, а знания по оценкам. Никто не ходит и не спрашивает. Ну-ка, давай-ка, скажи мне то-то, то-то, вот как потеряйских любят проверять. Ну, потому что это понятно. Такого нету. А здесь написано такое расположение. Это вот в общине только может быть. Кто в общине вот не был, вот у нас братская община, вот у нас именно такое почтение тому, кто назидает, кто наставляет. Потому что наши души, которые возродились от воды и духа, обратились от тьмы к свету. Они понимают, как тяжело человеку нести в себе этот свет. Вот Златоуст говорит так, нежели, прежде нежели ты произнесешь, из тебя выйдет духовное, хотя бы одно слово, ты должен выпить моря, реки, океаны, духовное, питья духовного. Об этом говорит как раз в беседе с Самарянкой Господь, когда говорит, в духе истине поклонников Бог ищет, в духе истине. И чтобы найти такого человека, вот о таком человеке говорит Господь, если, Сирахов говорит, если ты нашел старца, то у порога его с раннего утра уже отирайся. А где ты найдешь это? Вот все ищут старцев, старцев ищут. Нашли этих старцев и вот пишут эти старца письма. И сейчас это очень принято. Иван Крестьянкин там этот, с острова Залито там этот Николай. И вот что они им отвечают, как отвечают? Господи помилуй, да такого старца, такого учителя, его на порог нельзя пускать, сердце своего. Ты найди такого старца, такого учителя, который бы по слову Божию все определял, по канонам церкви. А не ставил, как сейчас любой журнал, возьми душа там это, там крендюша какая-нибудь там, хоть копчег у них там, каких только нету. Начнешь там, обязательно у них ответ. А вот как же так вот мы там ребенка водим в церковь, ребенок плачет, как же так вот нам быть, раз мы по буке закона поступаем, а вот ребенку не нравится. И отвечает священник. Вы там это, осторожнее, не шалите с этим делом. Уже каноны церкви давным-давно устарели, просто уж они так пишутся там непонятно для кого. А вы-то понимаете, что у нас совсем другой человек сейчас. Ребенка ни в коем случае никуда не заставляйте ничего. Смотрите там, сами не ошибитесь, вообще каноны не читайте. Вот это наставлял наставник. Не про такова тут говорится, конечно. Такого и на порог не принимайте. Вот это самое сложное, как выбрать наставника. Об этом апостол Павел тут и пытается рассказать, объяснить. До этого человек должен быть возрожден. Но об этом вот сейчас как раз никто не говорит. Вообще никто. Даже у Златоуста о рождении свыше можно, если брать у него в совокупности все, что он говорит. Какой должен быть человек. Потому что, ну, представьте, это вот сейчас бы в нашей церкви стоял проповедник и говорил. Завтра будет футбол. Вы туда пойдете пить, будете там болеть, там орать за этих футболистов, что-то. А в этот момент в церкви тут идет служба. Да как же вы так? Вы кони какие-то? Сейчас так проповедует никто. А он проповедовал в то время. Потому что люди ходили на ресталище. Ставили споры на коней, какой быстрее прибежит на колесницах. Вот такие были люди. Это был четвертый век. И он прям в церкви это говорит. Что за люди там ходили в церковь-то? О каком рождении свыше можно было говорить? Пришли и слава тебе Господи, перекрестись только. То есть уже с тех времен было потеряно пастырями какая-то нить общения с верными. А я думаю, потому что не было учителей. Вот о которых пишет апостол Павел. Ну пускай хоть одного такого найдут. Бритого Осипова или Разлепешистого Смирнова. Написано и многие изберут себе учителей, которые льстили бы слухом. Вот сегодня положение в церкви вот именно такое. Избирают учителей, уходят из нашей общины. Избирают туда, где либо льстят слуху, либо хотя бы оставляют в покое. В покое. А душа должна наоборот стремиться к познанию, стремиться впитать в себя духовное и отдать материальное, чтобы не остаться неблагодарным. Я вот тоже вот когда нужно на какое-то вот доброе дело, а другой говорит, да лучше бы ты там куда-то вот в церковь деньги несешь. Зачем там потратил бы там на себя бы лучше. А я думаю, да когда вот я был безбожный, я столько денег тратил, ну куда вот тратили-то? Вот куда? Стыдно даже и подумать, и помыслить, и что об этом сейчас вспоминать-то? Ну вот учителя, которые льстят слуху, вот лезть, вот это вот, а мы как вот инквизитор это вот это вот, мы говорит, разрешим им грешить. Разрешим им грешить, и они будут думать, что это Бог им разрешил грешить и пойдут за нами. И все вот это вот серебролюбие, корыстолюбие. Человек идет в церковь, несет деньги, он, ладно бы он там жертвовал в знак благодарности за то, за все то духовное, благодаря которому он избавляется и очищается от грехов. А что мы видим? Человек раз в год приходит, чтобы курнуться в этот ледяной прорубь, прости господи, безбулгалтера, чтобы лучше от этих грехов очистились водой, водой. Он даже о крови Христа не знает ничего, наверное. Нет, конечно. Пожалуйста. Как раз вот на эту тему, по крещению. Я ехала, когда обратно, то со мной рядом сидели молодые люди, ехали в Белокурюку. Ну, я верующая так помолилась, а она говорит, а можно вам задать вопрос? Я говорю, задавайте. Ей где-то лет, наверное, около 30. Задавайте. Она говорит, вот это что, гордыня в человеке, если стремишься к гордости, это хорошо? Гордость. Ну, я ей там рассказала, какое это хорошо, что кто оттуда спал, какой был, тоже возгордился первый, и лег за собой всех. И находятся теперь эти все бесы, его приспешники. И он, она сидит, она так огорчилась и замолчала. И больше долго-долго ничего мне не говорила. И самое интересное, что я, проехали мы еще полдня почти, и она мужу, как ведь она мне надоела. Надоела на меня. Я слышу, она ему говорит, как она мне надоела. Я. А я вообще ничего не говорю, сижу. Только одно присутствие. То, что обличила, и то, что не поддержала, и я уже все. Хотя она говорит, я купаюсь в крещении. А вы не купаетесь? Я говорю, нет. А я купаюсь. А вы вот не купаетесь. Еще раз мне это. Я говорю, да я не нахожу нужным, чтобы мне туда окунуться. Она говорит, а я каждый год. И вы вроде мне, мол, сейчас одни и дружи все. И они еще вам в ухорове в это поставят. Она-то хотела ответа, какого он слышит? Да какая ты молодец. Да нужно в себя верить. На Бога надеяться, сам не плашай. Верь в себя, верь в свои силы. Она в себе такого, наверное, кто-то ей там напел. Она высокомерная. Она высокомерная. И ей нужно найти утешение в этих учителях, что она на верном пути. И учитель, лжеучитель, он ей, конечно, за ее же деньги, он ей, как вот, гадалки, приходит, платит ей деньги. Она, ой, ты что-то мало заплатила, я тебе вот столько нагадаю. Пронесла побольше, а я тебе получше расскажу, короче. Вот такие учителя, прости господи, церковь прокраивается. И льстят, разрешают грешить. Чтобы, каноны не нужны, да? А зачем? Это же сложно, да они устарели, а зачем? Льстит это слуху? Конечно, льстит. Потому что тяжело, сложно соблюдать, нужно себя ущемлять. А зачем, когда батюшка благословил меня на каноны нарушать? И все. И вообще очень хорошо, очень удобная позиция. Пошел потом, курнулся для пущей важности раз в год. И вообще красота. Слово, слово к это, что ты говоришь, что они разрешают грешить, это у Достоевского исподволь как бы получается. То есть он один на один объясняет Христу. А людям-то никто не говорит, что вы грешите. Наоборот, вы святые. Вы такие святые, что святее папы каждого римского. Вот в чем дело. Если бы они говорили, мы вам разрешаем грешить, и вы грех делаете. Нет. Они как раз так и не говорят. Хотя знают. Вот в чем корыста их заключается. Ну смотри, у человека приходит и сомневается. То есть ему хочется не грешить, и хочется грешить, но чтобы ему говорили все, что это все нормально. То есть совесть у человека все-таки есть. И у того папа тоже совесть есть. И все, там обман, и там обман. С двух сторон. И все довольны. Тот польстил, а этот прелал лезть. Очищение от греха не происходит. Пожалуйста. У меня вопрос. Вот вы, братец, рассуждаете, каноны нарушают. Разрешил им нарушать каноны. Как можно разрешить то, чему даже не учили. Люди некоторые даже не знают, что существуют вообще каноны. Понимаете вы? Кто разрешил им их нарушать? Они их не знают. Как можно нарушать правила, если ты правила это не знаешь? Понимаете? Даже в нашей общине, даже в нашей общине, даже я лично, не буду ни на кого говорить, даже я лично всех канонов я не знаю. Когда священник перед исповедью читает молитву и потом говорит, в чем согрешили перед ближним, перед Богом, в чем погрешили в канонах. Я каждый раз думаю, господи, прости меня, грешно, я даже канонов не знаю. Но я знаю, что там вот за такой-то грех отлучение столько-то, но самые явные, самые низкие грехи, да, и какое там за них отлучение. Я не знаю канонов, Сереж. Ну, что ж так? Очень плохо, конечно. Но вот у меня, может быть, это не вопрос, а предложение. Может быть, как-то нам еще сделать занятие по изучению канонов? Да, можно. Но почему нет, Игорь? Почему нет? Мы сделали, мы сами изучаем каноны. Вот, братьями. Нет, речь идет о тех людях, которые прочитали каноны и задают священнику вопрос. Ну, такие тоже есть. Нет, таких немного, но они есть. Вот, свидетель живой. Понимаешь? И ты сейчас начнешь читать каноны и тоже начнешь задавать вопросы. Конечно. Брат, подожди, брат. Но у нас, коли они все соблюдаются уже, у нас сам устав не позволяет их нарушать. Брат, подожди, стоп, ты переборщил. Я же это говорил. Этот священник, он поперек батьки на пекло говорит. Почему? Он умный, академист, все знает. И теперь люди задают вопрос, и он этот долговременный дает ответ. Не только этим людям. Они не говорят о канонах ничего. Они говорят о букве закона. Эти люди. В слове Божьем, да? То есть они, они говорят просто, они сами слышали это по букве закона. И они вот по букве закона будем исполнять, говорят. А он уже, как академист, начинает им приплетать. И говорит, вы там осторожней, а то вот каноны будете исполнять. А в канонах такое написано, что пойдет муж ваш в баню, а в бане нельзя с евреем вместе мыться. То есть, как бы, я так полагаю, что у них как муж не идет, так евреи рядом в бане. Они помирились, и он понял, что проиграл. Или не знаю, в чем дело. Что такое. И вот этот канон, он приводит. Он-то хотел каноны, я так понимаю, привести, что муж с женой мыться нельзя. Но забыл его священник. Я предполагаю, зачем тут евреи это он вставил, вот в баню. Может быть, они живут в квартире, я не знаю. И у них душ. Они в баню сроду уже не ходят. Это уж когда ходили в баню, когда квартирный вопрос у нас стоял ребром. А теперь-то уж. И вот этот священник, он умничает просто. И все. Никто не читал никаких канонов. Ты правильно говоришь, никто их не знает. Но так как священник, он уже умный, он уже послушал патриарха. И патриарх тоже иногда может сказать слово канон. Он поэтому что-то такое пытался проинформировать народ. Ну и как всегда ничего не получилось. Почему? Потому что уже Александр Мень про это сказал в беседе с Игнатью Тиховичем Лапкиным. Когда ему задали вопрос, почему телевидение не откроют, чтобы там проповедовали православные священники. Александр Мень ответил. Говорит, Игнать Игнатьевич, да их, наверное, хорошо, что не открыл-то еще. А то бы им дали эфир. И они такого бы, говорит, петуха пустили. И так и есть. Посмотрите сегодня, о чем они говорят. Есть такая передача, я все время заглядываю в нее. Называется «Церковь и мир». Он прямо так и называется. И там сидит сейчас, сейчасшний заместитель патриарха, этот отец Сергий по внутренним делам. То, что у него раньше было, теперь у него. Митрополит он, митрополит. И сидит, и вот разговоры они ведут, он ведет с разными людьми. А люди приходят из мира. И вот последнее, я слушал, это был руководитель, дирижер военного оркестра всей Российской армии. И вот они сидят и разговаривают. Музыка в церкви и музыка вот в армии. И они сидят и беседуют на эту тему. Я слушал, 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 слушал. И понял. Ну и дураки же вы все. Это вообще, это немыслимо просто. Митрополиту заниматься таким славоблудеем. Он был на себя со стороны немножко. Сидит спокойно так, что-то объясняет. Нет, естественно, он ни о Библии не приводит, ни о Христе не говорит. Он говорит о музыке в церкви. Ну, что, мало. Мы уже с этой музыкой выпали в осадах, что ли. У нас молодежь не может разобраться в музыке. Наша молодежь вот здесь, в нашей общине. Слушают такую галиматью эти роки и так далее. Скроки всякие. Не приведи, Господи, вот еще дальше пойдут маленькие. Это надо в корне пресекать или как-то рассказывать, или что об этом. Они что-то там не понимают этого. И вот это вот везде и на каждом канале, эти священники. Или вот Смирнов сидит, канал идет, на всю страну вещают и задают вопрос журналисту. Что, говорит, вы скажете в течение пускай пяти минут, если вы на улице пойдете и встретите вот человека, ну и вот получилось, что вы с ним заговорили. А вы должны сказать, самое вот нужное, то, что вот вы как говорите о Боге, там, о спасении, что бы вы сказали? Хороший вопрос? Хороший. Да не просто духовный вопрос. Журналист сидит бритый, и он отвечает. Ну, я бы сразу сказал, я бы сказал, я хам, грубиян, невежа, и там, и все, самыми плохими словами, я хулиган, потому что я к тебе пристал на улице. Я вообще против того, чтобы на улице кто-то ходил, к людям приставал, вот пришли в церковь они, и пускай тут у меня спрашивают. И я вот сижу, разлепешился в кресле, идите все ко мне, мне тут тепло, а на улицу никогда не выйду. У них что, есть совесть какая-то, или вообще, зачем эти медузы, амебы, вот разные спруты, вылазят на телеэкраны? И правил совершенно был, Александр Мень. А вот жаль, его не послушали, он бы хороший мог сказать о Христе. У него есть книга «Сын человеческий», там очень прекрасно написано. О Господе, о крови его, и все. То есть есть священники, которые могут сказать, ну и кто пускает-то? Они неинтересны, потому что они говорят о покаянии, о том, что меняться людям надо. А вот эти вот, которые безобразники, их с удовольствием сатана выпускает на все экраны. Евреи-то немножко разбираются, кто говорит истину, а кто нет. Они для того и поставлены антихристом. Я еще добавить, почему из нашей общины, вот Галина Ивана Кубайкина ушла, стала слушать Осипова. Осипова, дальше вот этих Смирнова, которые льстят слуху, которые успокаивают, убаюкивают, да все нормально, ну все грешат. Стиняева я тоже слышал, тоже по Слову Божию говорит, но тоже такое бывает, ну завернет, ну не сходится. Тоже режет слух. Как бы иной, и чтобы нам самим-то оказаться, не оказаться недостойными, тоже за собой надо следить, конечно. Но когда уже в открытую человек перевирает Слово Божие, ну как тут не разревновать, как тут не стать грубияном и хулиганом, и просто заступиться за Слово Божие. Когда Христос говорит, идите в мир, он говорит, а никуда я не пойду, пусть ко мне приходят. А ходят это все, одни только сектанты. То есть он апостолов называет сектантами, которые нам оставили наследие, Христа называют призывающим к сектанству, к расколу. Он так и так говорит, он Христос, он самый настоящий раскольник. Я пришел не мир принести, но мельчик, разделить. Дочь с отцом, сына с матерью, невестку там нет. То есть он самый настоящий Христос раскольник. То есть он отделяет черного от белого. А сейчас вот все мажу, грязь вот, все, мир и церковь, все вместе. Зерна и плевел, и все в одну кучу. И все нормально. И народу нравится это. Народу, которые слушают, они нравятся и выбрали себе. А златорус как учит? Не выберите себе волка. То есть еще от автоси многое зависит, куда она пойдет. С волком ей приятнее. С волками жить по волчьи, быть. Или все-таки как-то Божьим усилием берется, прилагающие усилия восхитить его от него. А прилагать усилия не хочется. Хочется послушать и успокоиться. Инна Тихонович, скажете нам? Да, мы все сказали. Мы все сказали. Идем дальше. Слава тебе Господу. Седьмой и восьмой стихи. Не обманывайтесь. Бог поругаем, мне бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа, пожнет жизнь вечную. Толкование. Так как часто некоторые обвиняли учителей в дурной жизни и презирали их и не питали их в бедности, то он, хотя это и после говорит, делая добро, да не унывает, но и теперь показывает, что и к таким учителям должно быть щедрыми. Так как эта трата происходит на дело духовное. Итак, сравнивая издержки на дела плотские с тратой на духовное, он говорит, если ты будешь тратиться на плоть, приготовляя обеды и разные приправы, сея пьянство, роскошь и обжорство, то пожнешь тление. Ибо и само это гибнет, и тело с собой губит. А если будешь сеять духовно, то есть духовные дела, обнаруживая ко всем сострадание и храня воздержание, то пожнешь жизнь вечную. Ибо Бог осмеян и обманут не бывает, но воздаст тогда каждому свое. Итак, лучше тратить на дела духовные. Которым относятся и издержки на учителей, чем на плотские наслаждения, которые тленны и растлевают тело. Потому что от наслаждений и излишеств происходят болезни. Истина так. Вопрос можно задать? Можно. Ну вот апостол Павел, конкретно к какой категории людей-то здесь обращается? Ко всей общине? Или тут он кого-то выявляет? Ну я полагаю, что ко всей общине обращается. Что все обжоры и все болеют? Нет, ну не обязательно все обжоры. Не постоянные же обжоры. Ну вот смотри, например, есть некоторые праздники. Люди сели, объелись. А во все остальные дни кушают умеренно, например. Ну апостол Павел обращает внимание, что вы и в эти дни, что вы были воздержаны в пище. Даже если праздник святой. Особенно после поста. Тут сравнивается и сдержки на учителя, и сдержки на себя. То есть если ты раз в году обожрался, а весь год питаешь учителя, ну тут грех невеликий. Ну и то, как нежелательно, конечно, его и делать. В день рождения тоже объедаться. Ну, вот он болеешь. Так же, как похмелье болеет, так же, как объешься болеешь. Потом начинаются там инфаркты, всякие бляшки, мляшки и т.д. То есть он и от этого продостерегает. Но здесь все-таки смысл сеять в духовное, а в наставников питать их. Потому что он и заповедует, не надо им заниматься мирской работой. Не надо им заниматься мирской работой. А у нас сегодня священники чем занятся? Требуют. Вот требуют для них, это все равно, что мирская работа. Они за это получают зарплату. При этом бы еще бы, если бы они бы и назидали бы. Но и этого не происходит. Я участвовал в этих требованиях не раз. И он, священник, жалуется. Это вот ладно, я-то там еще, как-то вот, мне на требу вот как-то вот разрешили, благословили. Я там как-то что-то. А вот у него, вот я знаю, у него четверо ребятишек, а на требу его не посылают. Так ему таксовать приходится. Это ж надо же, что такое. То есть по Слову Божию, конечно, это неправильно. То есть священник, он должен, ну, если бы он бы занимался бы Словом Божьим, то ему, конечно, бы, или ученики бы узнали, батюшка, тут еще и таксуешь, да по двое, да прости нас, на тебе вот, твоим ребятишкам раз-раз раздали. Не надо, вот занимайся с нами. Ну, если этого нет, все вот так вот, шиворот на ворот у нас. Прости, Господи. Вот пойди разберись, кто волк, кто овса, кто в овечьей шкуре, кто что, кто чем. Все не так. Мы сейчас вот деяния проходим, апостолов. Вот куда ни копнешь, вот все не так. Пожалуйста. Я вот тоже вспомнила как раз про этого священника, про такого, который на север я ездила в прошлом году. Вот такой священник, которого, ну, благовествовал. Людям говорил, что, говорит, нужно ходить на занятия, нужно дать Слово Божие. И что вы думаете? Его вообще сняли и убрали из церкви. И он вообще остался один. Так у него не четыре ребенка, а у него восемь. И девятого она только родила. И представляете, эта община так его любила, вот где Валя, моя сестра-то. И они говорят, мы все-все-все ходим и помаленьку даем деньги. Даем, собираемся и несем, и несем и еду, и все-все-все. Вот они заботятся о том, кто сеял в них. Они по-плоски заботятся о детях же. А дети, конечно, вот дети посмотрели, какие дети. Они, не знаю, они как-то такие вот подходят и жмутся к тебе, чтобы ты его вот по... Потому что мать не успевает это, такое количество детей, как-то приласкать даже. Они все вот такие вот, какие-то милосердные, добрые такие. И матушка такая, вся прям вот, вся откинула все, даже ребенка побежала нас кого-то провожать. Мы говорим, да вы что? Вот оба они такие хорошие. Не нужны церкви такие, не нужны. Находятся вне, сброшенные. И вообще негде даже жить. Вот таким я с священником встретилась. Ну его там помогает ему какой-то... Иеромонах приехал, утешение какое-то там с детьми занимается, там занятия у них. Семь человек, взрослых сидят, ребятишки, он с ними занимается. А он работает теперь где-то или как? А он, да, он устроился там где-то в нескольких местах, где-то метет, где-то там дежурит, ну короче, ночным сторожем. И она, матушка, полы моет вот это в доме, ей платят. Они все работают, ребятишки помогают. Они работают, нет, он ничего не опечаливается, никак. И она такая веселая, я даже удивилась. А за что его... За то, что он благовествовал. За то, что он им рассказал Слово Божие на воскресной школе. И все это не нравилось. Кому не понравилось? Ну, настоятелю, вот в Ухте, в Ухте, это было, город Ухта. Ну, где-то в пригороде был там, это прям доносили. А крестил он как? Так и есть. А крестил, я не спрашивала, как он крестил. Я вот встретилась с ним, они повели меня, деньги понесли. Так мы идем, видим, на дороге деньги лежат. Раз это, где-то около тысячи. И мы еще туда добавили и принесли. Я говорю, а что это за священник? Потом уже узнала. Я про это, он говорит, он до кого не допускал пока-то, не это самое, до крещения. Он с тобой беседовал, вел занятия. Какие они нужны, где, везде. Есть, за что там уже. Сергей, можно вопрос мне по занятиям? Можно вопрос, Игнать, я хочу задать. Игнать Тихонович, можно вопрос вам задать? Давай. Не по слову Божию. Скажите, пожалуйста, я слышала, что христианину заниматься йогой нельзя. А почему? Я вот не знаю, учения там йоговские. У них же, наверное, там кроме упражнений еще какое-то учение, наверное, есть. А вот почему, когда шла прорицательная женщина и кричала абсолютно правильные слова? Вот мы приехали, допустим, в Турцию. И какая-то бы женщина на турецком языке кричала. Эти люди возвещают вам путь спасения. Кажется, лучше некуда бы. А он, Павел, запретил выйти из нее, дух. Вот вопрос, почему? В самом начатке будет доверие к ней. А когда уйдут, тогда она поведет куда надо, их всех приведет. И поэтому людям надо дать полное понятие о ней. А она кричит одно и то же. С ней разговаривать, видимо, нельзя было. Павел бы попытался ее как-то переубедить. А нет. Вот люди, которые одержимы демоном, они одно. Вот затеяли что-то. Одно слово попало. И они его повторяют бесчетное число раз. Вот церковники, что у них? Гордыня, прелесть. Вот с ними не сходится. Гордыня, прелесть. Во-первых, прелесть не могут объяснить, что такое. Я стал смотреть, когда дошел. Так это же они говорят о себе. Больше гордыни, а только дьявол может быть, их учитель. Восстать против слова Божия, против канонов церкви, против всего, что Бог дал святого числа. Гордыня, он на тебя говорит. Достоевский говорит, если хочешь сильнее кого-то укорить, своими недостатками на того говори. Вот. Женщина честная, но она живет вольно. И она кричит, ты, на которой, которая честная абсолютно нигде никак. Ты макрохвостка, ты меня там. Она говорит, так это она такая. Она такая, она ее этим словом подружает. И вот здесь. Откуда происходит йоги? Что это такое? Это связано с восточными всеми колдовствами. Вы не просто думаете, что она с ней глаза закрыла. Это медитация. Он молится. Как думать, как представлять, что за этим будет. И молится обязательно. О, маны падэ ху. Это у них повторяется, как у нас Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилу, не крешен. О, маны падмэ хун. А ничего особенного нет. Это дыхательная гимнастика. Да не дыхательная гимнастика. Это призвание сатаны. Ты сидящий в лотосе. Приди к нам, он ноги свернул, на свитке сидит лотос. Лилия. И в Лилии Бог не сидит. Откуда происхождение? У нас была одна такая, она этим занималась. Ее нету. А сын? Сын совершенно нормальный. Хороший. Увлекся компьютерными играми. И все лопнуло вдоль в доме. Вообще ничего не знает. Вырос, а у него лет, наверное, уже 19, и теперь, я думаю, так. Ну и все. А на всю гимнастика дыхательная. Где бы ни была, надо дыхательная. А когда дальше я начал разбирать ее, я говорю, ты сейчас вот это что делала? Как называется? А каждое упражнение имеет название. Я говорю, жирафа. Ну, жираф, ладно, еще пойдет хотя бы львам на закуску. А вот это ты сейчас легла и вот так. Это поза змеи. Ну и все, что тебе? Ну где это видно, чтобы христианин позу змеи и считал на пользу? Змею это понятно, жалит тебя в пету. И она, знаете, она у всех начала работать не хочет. Ребенку 7 лет, она все грудью кормит его. Вы же знаете, как было там. Работать нет, стоит у нас здесь, выпрашивает, кто не зайдет, она деньги просит. Мы запретили это делать. Все, я больше этого не буду. Назавтра опять приходит, руку протягивает. Мы закрыли дверь и больше она не была здесь. А там она, в патриархии пойдет, совершенно нормальная женщина. Свихнулась, она теперь одной такой умильный голосок все это говорит. Как беда какая, она мне звонит по сегодняшний день. Что делать? А что ты спрашиваешь, что делать? Как говорится, с сотого этажа выпал, 50 этаж пролетаешь и спрашиваешь. А что мне теперь делать? Что делать? Сейчас узнаешь через 2 секунды. Я тебя переубеждать не буду. Ты, может, земной шар решил расколотить пузом своим. Ну и все, полный крах. Глядя на него, муж ее оставил. Уехал в Москву. Все, делай эту позу теперь. Вот почему нельзя. Тебе хочется заниматься гимнастикой? Ну, каждый день что-то. Заведи хотя бы козы две. Или корову-то. Тебе хватит вот так этой гимнастикой. Почему Игорь барабаш не делает гимнастику? А потому что там 36 крупного рогатого скота. Руками выбраться. А то у нее отец, он у Лизы, у нее тоже не занимается гимнастикой. Потому что у нее скотина много. Ребятишки. И сына, и дочь, вот они здесь, я не знаю, где-то, где-то его сегодня. Ушел. До домашней прокорме. Да поучаствует, до десятину отдаст. Он работает все время. И по эту позу змеи там жирафа принимать некогда. Он как упарился, говорит, как медведь, упал, говорит, не пошевелился даже. Вот почему нельзя. Происхождение, откуда. Надо же смотреть, где печаталась книга, где. Даже это надо смотреть. Если она печаталась у врагов, посмотри, там не вклеили еще что-то. А им даже нужды нет. Иконы рисовали, гляжу на иконе, у нас шестиконечная звезда. Я когда сказал, да тут у нас еврейка была, как она взбунтовалась. Я говорю, ну, звезда, но она там у вас на плагине израильском. Тут-то она, зачем на нашей иконе? Это у нас восьмиконечные звезды, мы православные. Она никак не могла понять даже этого. Только поэтому. Само происхождение. Вот дальше о чем говорили. Они говорят, что упражнялись в слове. В слове. Или распространяли слово. Какое? Один вопрос только, что за слово-то? Ходили, разговаривали? Или что-то несли другое? А вот прямого пути Господня совращает. А что такое прямой путь Господень? Он в самый есть путь истинной жизни. Проповедь очень легкая. Христос умер за нас. Он дарует оправдание даром. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все, проповедь закончилась. Научись эти слова говорить. Ну, если уже Бог даст грамоту, расширь немножко их. Больше ничего не надо. И когда говорят, там, не судите, там, гордыня, там, проще-то, это они говорят все про себя. Отвергли слово Божие. Свои вымыски поставили на место слово Божие. Это малый грех. Серафим Саровский три дня, три ночи стоял и молился. Не о царе, не о государстве, не о революции, о священниках и архиепископах своих. Господи, что же это делается? Куда они народ завели? Пришел полуживой, завтра опять на камень, опять. И на третий день, на четвертый уже Бог заговорил. Это я не знаю как, дальше прямая речь идет. Бог говорит, не пощажу и не помил. Он проговорил, Господи, да они же погибли все. Ну, пощади ты наших священников, монахов-то. Что же они наделали-то? А сам один из них. Сам-то сидит где? Не к народу же пошел-то. Ну и Господь заговорил, говорит, не пощажу. И не помилуй, не прости. А почему? Вымыслами человеческими заменили Слово Божие. Самое главное. 113 стих, 118 псалма. Они несли Слово, какое? Божье Слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А Евангелие-то не давали. Попы замуровали там монахи. В России 900 лет не было Слова Божия. И только что батюшка скажет, ну какое там все знали. 5 мая память Ирины. Ирина Капустница. Капусту пора высаживать. Все названия-то какие? Георгий Победоносца, когда это скотина, то Власий. Власий, он, ну, житье, говорит, со скотиной был. На Власий, значит, Власий, там, или Архипа-то, пастух. Это все это связано было с сельским хозяйством. Наш отец это все знал. Он говорил, покров 14, эта земля снегом покроется. Воздвижение, он называл сдвижение. Это, говорит, вся тварь мыши, змеи, все по норам разбегаются уже, все спать ложатся. Все связано было с сельским хозяйством. И священники-то это знали. Да это они и сеяли все. И как только появились люди, которые изучают Слово Божие, по одному часу, штунду. Вот мы сейчас, мы самые настоящие штундисты. Библия открыта, штунда, сейчас по-немецки. А они из плена вернулись в Первой мировой-то. И там в плену были и уверовали. Дома были и не уверовали. А им Евангелие там дали. Да переводы я читал, какие переводы-то. Не синодальный перевод-то. Там ни падежей, ничего. Ну немец, его не родной язык, но все-таки понятно. Я эту поставил. Он не знает, поставил, положил, какой падеж. Но понятно, что речь идет о чем-то хорошем. Вернулись, пошли в церковь, ничего этого нет. Давай собирайся. Штунда проклятая, надо же, из Германии понавезли. Ну ты узнай сначала, проклятая она не проклятая. А нет церкви, нет икон, нет реколю. Ну да, что сами вначале увидели, не делали изображения, рук человеческих. Так что же делать-то, да бог карает же-то. А куда девать? Жечь надо, боюсь я. Ну закопай. Батюшке надо сказать, да ты что, он не разрешит. Все пошло, уже потерянное. А дальше уже увидели, как попы их преследуют. Ну разве так, могу делать верующие? Да смотри, что делают-то. Ты знаешь, я пошел рыбу-то ловить-то. Я поймал рыбу, а гляжу, поп идет. Я взял на другую сторону. Улицы перешел. Он видел, Кондрат, ну иди сюда. Ты где был? Что-то в церкви не видно. Что сказать-то? Да на рыбалке был. Он показывает, что. Вот этого большого карася, вот этого. Иди, матушке, занеси моей. Я все отдал, карася и пришел. Степняк Кравчинский все это описывает. Так он какой, какой бы ни был, он говорил с натуры. Нам нельзя ничего ждать, кроме того, что Бог уготовил. А уготовил он нам очень-очень много. И теперь только готовится, достойно это принять. Избавления никакого нет, потому что все в крови. За перестройку 120 миллионов абортов. Миллионов! Это же государство. Да как же их не будет, когда у каждой мусульманки задача подарить Аллаху 5 сыновей. У них 7 дочерей, а сыновей нет. И она молилась, и друг от у меня рождается сын. А теперь уже 6-й сын родился. Им даже нужды нет. У них в среднем получается 8,1 ребенка. В среднем, значит, у других больше, меньше. Как у израильтян. Я спрашивал, говорю, ну, жена, если детей рожает, а дочери? Ну, через 7 лет имею право развестись. Потому что стране нужны солдаты. Она не может никак разродиться солдатом. А девки они идут, и все. То есть все понимают, кроме русских. А русским давайте деньги платить. А это выступает депутат Михайлович, она из этой, Карачаево-Черкесии. Очень сильный. Видела, нет? Я вам кискидую ее. Как она режет по-русски, как она говорит. Вот мы приезжаем в Москву. Вот, ну, посмотрите, где нам быть-то? Подходит милиционер, почему? Потому что я черномазая, не такая. Представьте документы. Да почему? Я приехал в столицу моей родины, Москву. Ну, она, распублика-то такая-то. У меня выпал билет, она, видно, коммунистическая партия. А что такая партия есть? Да, есть. У нас детей никто не бросал тогда. Дети рождаются не от денег, материнский капитал, а от любви. Ну и дальше. И куда моему сыну деваться-то? Москву? А кто пропустил, от которой террористы приехали, взорвали-то? Вы пропустили их сюда, потому что деньги дают. И вы приняли их, а теперь взорвали метро. А вы? Мы тоже даем деньги. Почему? А берут и даем, потому что иначе выхода нет никакого. Нигде не поступить, ничего нельзя. Стоит она, режет. Путин, другие, разве они знают? Они не знают народ. Они не были в глубинке. Они не видели. Ну, я депутат, да. Я выступила, сказала, вы много награбили олигархи. Свернул вот так бумагу. Кладите сюда деньги. Кладите, пошла по рядам. А тут мне есть зал, женщины. Кладите, ну наложили, пошли, там ковров купили, телевизор по детским садам, все отдали. Хоть маленько из них, и, черт возьми, везде, и говорит. Это и на перед всем народом, они такие, как все аплодируют-то как. Женщины Кавказа, правителем страны называется ролик. Я вам скинуть могу. Ну, говорит, это оратор настоящий, Керенский или Пиделькастров. А как звать ее, не помните? Там какой-то... Муртахан. Муратхан. Муратхан Михайлович. Запиши, Михайлович, женщина Востока, правителем страны, сразу откроется. Ну, она и говорит, ой-ой-ой, просто огонь. Огонь. У меня внук, говорит, сейчас подрастает. Куда он пойдет? Кому? Когда нигде дороги нет, и все, позакрывали. Ну, это я так уже сказал, потому что понравилось. Я недавно всем ее разославил. Какие отзывы дадут? Ну, отзывы один только отрицательный. А что она о Христе не сказала? Женщина-мусульманка в партии состоит. И она бы о Христе сказала, когда выступает перед женским залом. Вообще. Да мы такие все. Что там говорить? Ну, вы тоже сказали о Христе не сказала. Я хочу сказать немножко о проповеди. Вот вы, братья, проповедуете, все хорошо. Я посмотрю только на видео. Вам по-доброму, думаю, ну, какие молодцы. Ну, вот я в соцсети выставила фотографии, вы многие видели, в двух платках. Там раньше то в одном платке, то в шапке, но разницы нет. Ну, как бы я не видела разницы. Выставила в двух платках. Что вы думаете? Весь мусульманский мир на меня обрушился, мне показалось даже так. Мне столько писем пришло на английском. You is Muslim. Понимаете? Сразу как-то. Ну, я тогда приготовила речь. Я православная христианка. Веру в спасительную... Прямо пишу ему на английском, человеку. Веру в спасительную жертву Христа, что он пострадал за меня на кресте и своей кровью омыл мои грехи. Они... Окей. Все. Все. То есть я вот такие письма вот уже нескольким мусульманам. Их, видимо, прелестила, ну, просто образ. Да. Как-то они так спокойно, с таким уважением я хочу обратить внимание. Не просто тогда вот... Сказал, как отрезалась. С уважением все спросят. Вы замужем? Я... Вроде как можно с вами общаться? Я говорю, я не против общаться онлайн, но вы должны знать, что я замужем. Они тогда пишут, как с сестрой, да-да, конечно, мол, ну вот как с сестрой, как уж переводчик, знаете, переводит, то с арабского я в Яндекс переводчик закидываю, вот так коряво переведет, ну, понятно, что... То есть с уважением. И вот я на себе как бы прочувствовала, вот Игнатик уже много лет, говорит, платок это тоже ваша проповедь. Написал один американец. Тоже очень порядочный, как я поняла. И я ему тоже, он меня спросил. Замуж. Нет, нет, не про замуж. Подожди, замуж. Я замуж. Сразу ставлю такую позицию, поэтому замуж меня... Ну, ладно, это опустим лирику. Не пойду, в общем, замуж второй раз. Сохрани Бога. Да, сохрани Бога. Ну вот, что он написал, спросил про веру. Я ему так же написала, он, да, это так. То есть он тоже христианин оказался, понимаете как? Я сейчас зашел и мне сбрасывают, пока дома был, прям в этот момент сбросили ролик один из Америки. И ролик сразу открывается, и заголовок, то есть самый наглый поп за все времена. Кто? Дмитрий Смирнов. И заголовок такой, самый наглый поп. Почему? А из его слов. Его спрашивает батюшка, ну вот когда люди крестят, как? Приходят, ничего не знают. Ну зачем крестите? Ну хоть деньги с них взять. Хоть деньги взять, хоть что-то. И это он говорит, это не подделка никакая, ничего. Ну еще дальше-то. И сразу ролик один и ведет. А сектанты есть, что? Да брать кирпичи, бить их, громить их и все. И все понимают, это вопреки закону Российской Федерации. И все. И никто его не берет за это дело. Это призыв-то к чему? К насилию над людьми? Да со всех сторон поднялись люди, там жалобы. И все, никаких его никто не тронет. Тут одно слово сказал, задушат. Почему? Потому что на его совести сотни убитых людей. В Чечню кто благословлял? Он знает, как убивать. И там стоят вагоны товарные. И там 400 или 600 трупов лежит. По сегодняшний день государство не отпускает средства, чтобы ДНК определили, чьи дети. А они, родители, по сегодняшний день покоя не находят. 400 или 600, не знаю, трупов, обгорелых лежит. Ну и что? Да какие мы? Какая любовь? И главные враги, которые идут, это те, которые молятся. На меня сектанты практически нигде нет. Один только написал. Вот Игнатий, он говорит, хрушит баптистов, говорите, а они его уважают. В Америке, в Чикаго. Знать не знал даже, что меня там уважают. Почему? Людям нравится искренность. А здесь рядом, и как-то скажешь, как говорите в церковь, и как посмотрю на эти жирные рожи поповские, смотреть не хочу. Да ты не смотри, я говорю, в уголок встань, молись. И все, деньги, деньги, деньги везде. Ну, в интернете, ну не я же это пишу, люди разные. Я уже уговариваю, да ты не гляди, да в уголок. Вот сейчас еврей этот, еврей, он протестант. Сходил в храм, помолился, при монастыре вернулся. Я еще могу сказать, я только скажу, но ты не смотри на это, Женя. Ну встань в уголок, да помолись где-нибудь. Хотел с батюшкой поговорить. Молятся, молятся, еще молятся непонятно, и два живой остался. Три с половиной часа у нас стоял. Три с половиной часа отстоял. Три с половиной часа отстоял. Ну, представь, да, все. Я в Тюмени, три с половиной часа. Все. Девятый стих. Делая доброда не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Толкование. Теперь яснее высказывает, что если бы и дурны были те, которые просят у нас, мы не должны ослабевать в своих благодеяниях к ним. Но указанием на то, что не должны ослабевать, советуют щедрость и непрестанное даяние. Потом, много потребовав он тот час, и награду указывает. Именно пожнем. Каким образом? Не ослабевая, то есть не имея никакого утруждения, но совершенное спокойствие. Ибо здесь соединяются с жатвой изнурения и труды, а там не так. Мысли? Вопросы? Давайте еще десятый стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Толкованием. Как не всегда удобно сеять, так точно и оказывать дела милосердия, что показывают и Девы, и Лазарь. Притч о десяти Девах. Поэтому, пока имеем время, в этой жизни, не только учителям, но и Эллином, и Иудеям, будем оказывать добро, то есть благодеяние, и милосердие. Конечно, не в одинаковой мере нужно оказывать пособие сим последним, и единоверцам, но большую щедрость нужно оказывать верующим, ибо на это указывает словом наипаче. Но заметь, и в этом случае, насколько Омс удаляет их от иудейской узости, ибо закон открывал сердце в отношении к единомышленникам, благодать же призывает землю и море к трапезе милосердия, хотя и не в одинаковой мере, как сказано. Ну, а я вот читаю, вспомнил, когда Тихонич рассказывал, как в тюрьме, мусульманин, и он именно мусульманину оказывал большее внимание, чем своим, по вере православным, потому что ему в тот момент тяжелее, да, было такое. Я все время, когда иду по камерам, это 3700 заключенных, у меня вот доступ был, я не знаю у кого, у священников никого не было, почему у меня близкие отношения с прокурором края, генерал-лейтенант Парасхун, где начальник тюрьмы, начальник крор, где от начальника тюрьмы, сказал, говорит, пока я стою здесь, вам никогда там не бывать смерти приготовленных к расстрелу. Я позвонил прокурору края, он говорит, ну ничего, приходи через два дня, пойдешь туда. Я прихожу, мне дверь уже открыта. Все, я даже с ними мог беседовать, ходить, по камерам, встречаются там и русские. Ну, не ваххабиты, тогда этого не было, не знаю ли, но я в первую очередь стараюсь дать ему, что у меня с собой есть, а насилия мы много, то, что можно, что разрешено. Почему? Другой, для него другой народ, другая пища, все другое, но он бандит. Ну, что бандит, он живой еще, поэтому, творит, он сам-то не может нигде сейчас добыть. Я имел доступ к ним. Ну, а как, если он тебе выйдет, зарежет? Не вышел, не зарезали. Вот у нас, если драка есть, вот на даче пишут, молодежь местная, вышла, и на старика, он там что-то инвалид, войны, ну, так, у него дача хорошая, но они к нему, дед, поесть-то есть у тебя, да заходите, поешьте. Они зашли, так он заходит, они его убили, убили, на фронте не убили, эти убили, что надо есть, взяли, ушли. Я нахожусь в селе Воронцовка, это недалеко от Фрунзи, Бишкек называют, ну, и там случилась драка, со мной идет родной брат, у них драка-то своя, и русские-то меньше, а тех-то больше, ну, и русские-то побежали, они за ними, а мы идем, они через нас пробежали, а этот подбегает, со мной брат идет, он высокий, он ему как дал, его там, не знаю, в кювет, что ли, он улетел-то, разворачивается ко мне, и другим кричит, а это Аксакал, не трогайте, побежали дальше, а у нас Аксакал, не Аксакал, он мне говорит, на меня, помочится еще, и все, то есть у них, даже здесь, даже просовещенное до конца, если равно что-то сохраняется, уважение к старшим, и они пробежали там за теми, и обратно идут, и даже ни один на меня, не взглянул, пальцем не тронул-то, но это было лет 20 назад, все, Аксакал, это уже заветное слово, а у нас Аксакал старик, да кто-то легкая добыча, все, содрал с него медали, продали, все, за орден за день убьют человека, нам учиться надо везде, какое гостеприимство у них, я решил посмотреть, как юрта сделанная, ну и пошли в горы, нашли где пасут, юрта, я зашел, попросился у него, как это, а он подошел, вплотную говорит, вы хотите такую же сделать юрту, не сделать, не сделать, ну и правда сказал, не сделал я ее, там какие переплетения идут, она здоровая, не так, что вот так вот, а именно вот так стоит, а вверху только так, где-то, и идем когда оттуда, а там хоронят, и у них большая, вот такая, метр на два с лишним, яма, они ее копают, примерно вот так, а потом в углу, делает такая, что он в норму туда залезет, и под эту, под некопанную, землю туда дальше, и там они его сажать будут, мертвеца, завернутые в кошму, а этот берет, и молодой подает, а мы идем, он увидел, вот у русских, как хорошо, прямая, бац, все на месте, а у нас, ах, как плохо, а молодой вылазит, пылище, он там ковыряет, ножом, чем, ведрами подает, и вот, вот эта, которая есть, ее опять завалят, они тут что-то строить будут, они строят, такие марзалеи, сам живет в юрте, он глаза такой не видел, там мертвому, но уже мертвых поминать не будут, мертвые не любят, а то они тебя к себе перетащат, похоронили, загородили, все заросло, ничего у нас, а у нас, по-другому, похвалил, как у нас хорошо хоронят, прямое, бац, и все там, все там, можно несколько человек сразу, за деньги, продолжаем, 11 стих, видите, как много написал я вам своею рукою, толкование, немного поговорив о, немного поговорив о, в нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, что тревожило его сердце, и показывает, что сам, собственноручно, написал все это послание, не для того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы и уничтожить злое подозрение, так как клеветали, что он проповедует одним одно, другим другое, поэтому он вынужден был дать письменное свидетельство своей проповеди, а прочие послания писали другие, сам же он подписывал только приветствие, выражение же, как много, указывает не на обширность, то есть, как много я написал, не на обширность это указывает, а на некрасивость письма, как бы говоря, хоть я и не умею прекрасно писать, однако, принужден был, собственноручно, написать это послание, то есть, раньше он диктовал, видно, как вот, на тихо-чинах говорит, на проповедь, а Сергей Павлович на наберет, а внизу игла, подписан, да-то все это, так же и он, но тут, как бы, вы меня подозреваете, что я там одним одно говорю, другим, поэтому я вот сидел сам, уже, трудился, хотя это и, и много он написал, то есть, я вот старался, тем самым, он их, как бы, но, устыжал, что ли, да, что я вот, своей рукой сидел, время тратил, вам писал, чтобы вам доказать, что я не такой, как вот, обо мне, про вас некоторые лжеучителя, говорят, клевещут на меня, что я всегда был, как вот мне нравится, Игнать Тихонович, у него спрашивают, что-то вот вы написали, своей рукой, вот хоть что-то, вот одно, вот сейчас вот время-то прошло, нет, я совсем согласен, вот может быть, что-то вот не так сказали, нет, то есть все в Духе Святом написано, да и Амин, так и апостол Павел здесь, берет своей рукой и пишет им. Я когда пишу письмо, а ты печатал, я говорю, писал Кубков, я диктовал, вот апостол Павел пишет кримином, и там написано, писал я тертий, своей рукой, то есть Павлово послание, а тертий себя, там заметил, так терти, терти, теперь не терентий, а тертий, ни одного тертия нигде нету, молодец какой, с чем я не согласен, что канонизируют, кого-то пускают, а почему не канонизированы ездры, ни один мне ответить не может, за Равовель не канонизировал, у нас нету ни одного ездры, большего заслугами перед Богом, в Ветхом Завете никого нету, только ездры, собрал канон ветхих книг, ветхий канон собрал, вывел народ из плена, это представляете, какие она была связи иметь с императором, дальше отстроил Иерусалим и храм, это вообще невероятно, все абсолютно сделал, развод общий взял, освободил, его даже нигде не упоминают, что святой, я кому не задаю, он что-то начинает наворачивать, я стал думать, почему монахи канонизируют, монахи, а он за Слово Божие был, не пропустит, причина только в этом, раз со Словом Божиим связан, почему не канонизируют папского, Герасима Петровича, Матфеев, Псалтирь на русском, это все его перевод, воспитатель царских детей, ни в чем не повинен, профессор, преподает в Духовной Академии, почему его не канонизировали, а канонизируют какого-то юродивого Василия Блаженного, бегал раздевшим, там был на одной стороне у Москвы, реки один, два юродивых и другая, и они говорят, иногда они так матерятся, матерятся, а это ему так, павильона было сделать, голые бегают, прям в житиях он заскочил в бане, а где женщины, женщины с той стороны, он сразу тазик и к женщинам, а женщины-то они сразу разобрались, когда увидели, мужик сидит здесь, они вот тазиками там пошли, а другие, ну и как, как дерево среди деревьев, а зачем, может и лез туда, то есть такой он крепкий, как дерево среди деревьев, да к чему ж не штука в поленец туда попал, зачем, говорится, твои сучки к дуплам, так этим нужны, не нужны, и все это описывают уже те святых, и главное думал, те делали так, а как я ее родится, вот будут, с чего начать-то, пошел на свалки, собака дохлая, схватил за хвост, за веревку и потащил по городу, и детишки, юрот, юрот, получилось, все, теперь я юрот, кормить будут, а люди, которые жизнь положили, перевести на родной язык, дать, вообще неизвестно, сейчас спроси кого, кто перевел, Евангелие от Матпея, кто перевел, больше сейчас книг, Ветхого Завета, Давид Аврамович, еврей, православный, хвольцам, какие переводы, вообще никто, не знают, не говорят, что канонизировать, я против канонизации, так уже сказал, ну хотя бы пометили как-то, ну хотя бы, ну хотя бы травинку, на его могилу понесли, с любовью, это ничего нету, почему, слово Божие, оно ненавистное было у русских, не надо думать, что не хотели, просто не хотели, они ненавидели его, они вылавливали, он перевел, для лучшего понимания, студентам Духовной Академии, папский, значит, не семинарии, в Академии учатся, ничего не понимают, и он перевел, а студенты там, ну с киселем это сделали, литографию сделали, тогда называлась Эра, узнали, там такой розы, жандармы, 500 экземпляров, экземпляра 2 или 3 спрятали, не могли найти, его под суд, а он воспитатель царских детей, до императора едва отбил его, за то, что Ветхий Завет сделал известным людям, они его люто ненавидели, это биография его, пожалуйста, я ни одного слова здесь не добавляю, как это может быть, народа слова Божия нет, ты как считаешь, Христос спрашивал, как считаешь, написано, люби ближнее, русских нельзя было, как считаешь, а чего такое считаешь, он считать-то не умеет, советская власть, ликбезу устроила, ликдация безграмотности, нам есть что думать, прежде чем что-то говорить-то, почему покаяния-то нет, в патриархии вообще нет покаяния, евреев гнобили, давили, все эти в Одессе, везде эти процессы, сколько было, сколько убили евреев-то, черносотинцы, в этом и анкранштадтский восторг участвовали, то есть поддерживали черносотинцев, ну, ну, принесите покаяние, то перед евреями хотя бы нет, а кого только не гнобили, Лев Толстой помогает переехать, имея деньги, молоканом, переехать в Канаду, жить вообще невозможно, ссылают, ни за что, у старобрядцев, опечатали все храмы, запечатали, и только 905 год, революция распечатала, огромные храмы в Москве, на Райверском кладбище, самые большие храмы были, это люди богатые, купцы были, работяги, юридики, раскольники, да раскольники это Никон, они не Аввакум, раскольники это вот сегодня, которые есть, аминь, потому что, князь Владимир молился, так как старобрядцы, Сергий Радышев, как старобрядцы, кто переделал-то все, Антоний, Феодосий, все до Никона, все молились только двуперстно, только двуперстно, но это-то можно сказать, зарубежная церковь, мы так считали, принесла покаяние, у патриархии вообще нет покаяния, это одна организация, которая вообще не имеет покаяния, а других гордыня, прелесть, вот это и гордыня-то и есть, прельстил сатана деньгами, и главное, вот считает, когда Господи, Владыка жерта моего, дух праздности, уныние, любостяжание, празднословие, а там дальше стоит и стеребролюбие, взяли, выбросили стеребролюбие, почему все стеребролюбие, ну ты спроси у старообрядцев, спроси у греков, сребролюбие стояло, а зачем вы выбросили его, зачем? Я за все, когда докопался, ну написано, исследуйте, так они возненавидели меня, люто, ну и что? А мы считаем, сребролюбие избавим, поэтому у нас и денег-то нет, да, аминь, и стеребролюбие нет, и стеребролюбие нет, и стеребролюбие нет, и стеребролюбие нет, бог наш любит нас, так сегодня как раз златоустый говорит, это для того, что любит, наказывает, а так бы нелюбимые были, чадо, так, 12 стих, давай, еще полчаса, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, толкование, желающие, говорит, хвалиться по плоти, то есть у людей, именно у иудеев, ибо они порицали их, как от супников от отеческих обычаев, принуждают вас обрезываться, оправдываясь перед иудеями через вашу плоть, а словом принуждают, показал, что они неохотно переносят его, и вместе с тем, дает им побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся, и по другой, говорит, причине они делают это, ибо, чтобы не подвернуться им преследованию и гонению из-за креста и веры, потому что они приступают ее и обрезываются, а они желают и другим быть участниками в обрезании. То есть они хвалились, то есть сбивали христиан с пути истинного, и вот, и он обрезывался, они перед своими, вот смотрите, мы вот, сколько он, там 30 человек обрезано, вот смотрите, вот, они это делали для того, чтобы похвалиться перед своими иудеями, которые призывали к закону, а только для того, и второе, что их же начинали гнать, свои же, за то, что они проповедуют христианство, то есть две причины у них было, перед своими похвалиться, а истинная причина, которая должна была двигать, что у христиан в истине Христа показать, а там никакой истины и не было, они просто, ну, а те по принуждению, то есть они не хотели обрезываться, но их, получается, как бы принуждали, их сбивали с толку, что надо, ветхий этот обряд соблюдай. Вот у нас на неделе в православной церкви был праздник обрезания Господня. Как будто... Говори погромче. На неделе был праздник обрезания Господня. 14-15. Да. И я, например, стала искать где-то в литературе в детской, там даже не упоминается о таком событии. Просто вскользь, что принесли младенца сделать то, что положено было по обычаям у иудеев. Всё. Почему возведено это в ранг такого большого праздника? Почему тогда нет праздника, когда Господь притворил из воды в вино? Там больше чудо было. Как сказать, больше народу было в свидетелях такого чуда. и погуляли. В обрезании вообще никакого чуда нету. Давайте представим так. Церковь уже образовалась. Ну, надо как-то разнообразить. Это отличает дни от дня. Ну, людей-то надо как-то держать. А правление-то дало только тем, которые в пустыне сидят за стенами. Слово Божие не проповедует. Через слово можно влиять на людей-то. А не, значит, что? Надо сделать 12 праздников. А почему 12? А был только один. Крещение отмечали-то. Теперь давай 12. Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Вообще в Евангелии не упоминается. Ну, а тут уже перекос явный пошел. Теперь надо уже думать, как ее привели родители, как были там все прочее. И что было. И сколько ступеней у храма было. И как она теперь во святая святых заходила, там играла. Там первосвященник один только мог заходить раз в год. Как бы на девчонка туда зашла-то? Когда женский пол вообще не имел права заходить в храм. Пол. Пол женский-то. Она заходила, там Захарю, то есть тут такие навороты идут. Притом там окон не было. Что бы она там делала? Ты завеса закрыта. В сплошной темноте. Вообще. Ну, там дальше пошли, там написано ангел светил ей, приносил пищу, и она там шила. Ты подумай, сегодня у нас завтра сочедник. До первой звезды не ест. У тебя утерпишь? До первой звезды. А пить можно? Постараюсь. Вот так. Смотри, как говорят, приходят с улицы, Никита, звезда появилась, появилась, а может быть, это на кране где-нибудь. А у этих, у мусульман, белую нитку, а черный пока не отличишь. Я пошел, достал два тюречка, и Никите, а шторки закрыты, в избе-то, там днем не различишь-то. Мы решили на улицу, а на улице, там светит опять. Надо тогда, думаем так, открыть окна, где не светит, и все-таки, я меняю вот так вот, а Володя стоит рядом, Никита, где белая, где черная, по-мусульманской решили-то, а есть охота. И топлинов полно, еще, молодая свою. Игнатий Николаевич, так не тюречками надо было, а нитку натягивали. А, натягивали. А, натягивали. Тюречки, а нитку натягивали. А, да-да, вот так вот. Вот так вот так. Две нитки положил, я тут взлети. Ну, теперь отвернись, Никита, я тебе буду показывать. Правильно тогда. Тогда видно. Еще фарисеи нам позавидуют. Ну, и, конечно, что-то, никто не увидел ничего. Не увидели ничего. Мы там видели, что в тарелке лежит. Я в глаза хребила, наверное, у вас. А сколько время это было, на часах? Мы на время не смотрели. Он осколокол бил в животе. Ясно. Понятно. Ну, Никита-то пришел, сказал, звезда есть уже. Ну, он сказал, Зазвездит целый. Зазвездит целый. Зазвездит целый. Да. Зазвездит целый. Может быть, не звезда, может быть, там дома большие стоят. Давай-ка, Никита, нитки. Принес нитки, давай по ниточке ему. Как интересно. Да, Костя, сейчас Метеор, этот комета летит. Ее вообще отлично видно. А где она? Вот она прям по прямой. Чуть стемняется, она уже все. Как интересно. Не надо расстраивать, ребят. Двумя хвостами она. Да. Одному. А ну, здесь. Тринадцатый стих. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Толкованием. Не по человекоугодию только говорит, но и по честолюбию делают это. Ибо не по ревности к закону, и не ради благочестия, говорит он, совершают они это. Но из-за честолюбия, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть, чтобы похвалиться обрезанием в вашей плоти, так как они, якобы, ваши учителя, и имеют вас учениками. Хорошее учение. Четырнадцатый стих. А я, Павел, не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, который для меня мир распят, и я для мира. Которым. 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 Еще раз прочитаю. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят. А я для мира. То есть, слово которым относится к слову крест. А я для мира или и я для мира? А я. А. А. Где? Вот. А я не желаю. То есть, он в противовремя. И я. Нет, вот здесь и я для мира. А, в конце и я для мира. Начинается. Одна буква у меня не проходит никак? Переспросил. Нет. Еще раз прочитаю давайте, чтобы все сохло. Перфаката. Галатам 6 глава 14 стих. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Да он что? Крест. Ты имел ввиду, который крестик у него на груди висит, или что? Крестик. Крестик. Крест отменил закон. Отвращался от всего, как непотребного, то есть от обрезания, призывая даже на это помощь Божию. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня недостойного был распят Господь, как возлюбивший меня, что предал даже самого себя. И так, для Павла и для всякого верующего крест служил предметом похвалы, потому что в нем проявляется любовь Господа к нам. И какой раб не хвалится любовью своего Господина? Миром называет житейские дела. Двоеточие. Славу, богатство, удовольствие. И так, они умерли для меня, и я мертв для них. Двоеточие. Двойное умерщвление. И они не могут овладеть мной, так как мертвы. И я сам прибегнуть к ним, потому что мертв. Пожалуйста. Вот из всего перечисленного, как я могу умереть для житейских дел. Из всего перечисленного, у меня там ничего не прибегнуть. Там богатство, там все такое. Ну, у меня его нет. Может, оно меня и не приличает. Значит, ты выбрала для него. Вот так бы ты была бы богатой. Ну да, конечно. Если бы я муж больше зарабатывал, я была бы богатой. Да не больше, а ты сама бы зарабатывала. Дело не в этом. Умереть-то надо, понимаешь, умереть для богатства, это не значит, что быть нищий. Богатых Христос не осуждает. Он не говорит, что они не спасутся. Христос говорит, как трудно богатому войти в Царство Небесное. То есть, как ты относишься к этому богатству? Невозможно богатство. Может быть, ты знаешь, такой добродетельный миллионер, как батюшка рассказывал. Вопрос мой в том, что вот из всего перечисленного я не понимаю, как я могу просто вот умереть от житейских дел. Вот там дела житейские написано. Куда я их дену-то? У меня этих дел житейских по горло. Это в выводах твой себе? Да, по горло дел житейских. Загланды. С утра до вечера. Ну как? Тут для мира умереть. Ну вот ты прочитай, все перечислено. Там есть дела житейские? Да, называют житейские дела. Слава. 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 Вот у тех была слава, что я вот тут проповедовал в 50-х. У меня 50 обрезанных. Они славились этим. У тебя 4 христианина будущих. Бог даст. А посмотри, я хочу сказать по хвалу. Сидит какой человек, колкан его сбоку, дубунок. Я хочу сказать, ну, внимание, он продолжает говорить, опять поворачивается к тому, через него к тому, и никто не обиделся. Вот тоталитарный, это волк. Говори, брат. Благодарствую тебе. Я хотел место писания просто сказать. Тут речь идет о приобретении тобой Царства Небесного. А все это, перед этим было написано, что это приложится вам. То есть, если ты к Царству Небесному стремишься, то все нужное для жизни, твоей жизни, как физические, житейские дела, которые мы сейчас называем, которые нужны нам, обязанность наша телесная, плотяная, они к Господу прилагаются. Вот перечисляем, чего это такое. Это питье, воды везде пока полно, у нас тут целый Байкал. Да. К слову сказать, замерзла колонка, воду у нас будет. Там щебанки, сказали. К слову сказать, я привез воды вам. Вода застылка, у нас воды нечезает. Сказала, нету, я вам напомнил, 50 литров почти привез. Так что привез воду. Так что еще привезем, если что. У вас будет все нормально с водой. Питье уже приложилось, а еще снег стоит. Потом еда, пища приложится, одеяние, одежда. И кров. Кров не говорится ничего, но это как одеяние, я так понимаю, чтобы совсем уж не замерзнуть. Потому что не будешь же ты в минус 30, Господь не оставил вас. Нет. Не оставил. Если надо, у вас всегда есть еще папа один. За серуного. Всех заберут. Ты не ответил. Павел хвалится крестом. Он имел в виду крест, который крестопоклонный сейчас ставит кресты. Или что-то имел другое. Да, верую во Христа. Верую во Христа. Ответил он. Прочитал. Веру хвалится своими учениками-христианами, которые, как и он, веруют во Христа, а не в обрезание, которое уже не нужно. Ну, крестом-то он что называет? Страдание. Страдание. Вот что. Понимаете как? А у нас поняли буквально крестик сейчас поставили. В общем, дальше крест это хорошо. Но он только говорит о том. У нас сейчас, как говорят, кровь Христа омывает. Кровь это только то, что священник выйдет в сосуде, в чаши. А о Голгофе вообще понятия даже никакого нет. Я говорю, да не это. Это кровь, присуществление, это таинство дается уже оттуда, что он умер-то. Нет, это батюшка. Намертоши. Голгоф, а это у батюшки все там в алтаре. У нас даже в главных вопросах самых сакральных и то какой-то вывив такой. То важно, то важно. Это кому надо молиться, зубы болят. Антипе. А почему? А ему голову отрубили. А в голове зубы есть. Пожалуйста. И что бы ни было, все знают. Артемий. Артемия что, на него навалили камень, у него кишки вываливались, а это от боли в животе. Молиться святому Артемию. Да там, судя по всему, не только кишки у него. У него глаза выпаливались. Все, все, все. Но главное, что от болезней таких. Вот смотри, кто-то же сидел это выдумывал. А от пожара, чтобы не было неопалимая купина. А скотине, если болеют, власию. А если там у меня голову заболели, трифону. То есть знают. А католики сразу нашли, кто патронирует интернет, Исидор. То есть он писал письма как-то, и как-то прилепили к этому. А кто над ракетами Сатана? Сатана самая опасная ракета такая. Великобучница Варвара, ремлянка над русскими ракетами. Как они ее приняли, не знаю, на работу? Просилась она к ним или как? Из НАТО. Это патриарх Летей Второй с Грачевым министром решают. Ракета Сатана, она будет охранять девчонка. Вообще. Сумасшедшая. Сколько тут искусства, сколько выдумки. Можно ли? Повтори вопрос. Ты вот к этому гуру обращайся. Вот гуру главное. У меня не вопрос. Я хочу просто рассказать. Люди некоторые, правда, начинают оскорбляться, когда что-то на священников кто-то говорит. Ну вот мое первое знакомство с православием. Я не помню, по какой причине мне нужно было, не нужно ли было, тоже не помню, зайти в церковь. Мне объясняет церковный человек, который там вот ходит. Ты зайдешь вот так, вот так вот везде там еще свечки. И потом, знаете, в память прям врезалась. Не поворачиваясь, идешь назад. Извините, мне это смешно сейчас. Тогда я такая вот как задним ходом, задняя передача, и идешь назад. Я еще так подумала, хоть бы не сбить никого. Понимаете? Ну вот, никто мне ничего не объяснил. В храме никто не остановил, не сказал. Я первый раз была. Я даже не помню, в чем я была одета. Без платка уж, наверное, на сто процентов. Вот. Поэтому, пожалуйста, кто вот смотрит видео, вы не оскорбляйтесь. Вы просто, если видите в храме человека, который пришел в первый раз, вы его не знаете. Видите, что даже он одет по-мирски. Ну, тогда подойдите к нему, поговорите, поинтересуйтесь. Это живая душа, это ваше паство. А не просто вот так вот. Ну, не во время литургии. Я пришла не во время литургии. Я была днем. И вот так вот попятилась, больше моего духу в храме не было. Мне не понравилось ходить туда вперед, а потом только задним ходом. Мне это не понравилось. Мне это было не нужно. Хотя в детстве я знала, что есть распятие, что Христос пострадал за мои грехи. Это мне рассказали баптисты в детстве. Были среди нас ребятишки баптисты. Это я знала. Но опять же, где тогда пастыри, которые бы они рассказывали? В том городе, где я жила, тоже была церковь православная. Она была одна. Ну, и была. Вот и все. И еще один вопрос мне задали в соцсети. Как вы относитесь? Я не знаю, будет ли этот человек смотреть? Я еще лично вам отвечу. Как вы относитесь к тому, к отношению Игнатихоновича к монашеству? Мое мнение к отношению Игнатихоновича к монашеству. Я вам отвечу, просто я замешкалась, у меня много дел житейских по горло. Отвечу на видео. У меня такой вопрос встречный. Какое отношение имеет ваше спасение, ваше личное, спасение вашей семьи, я знаю, что у вас большая семья, спасение вашей паствы, тех людей, которые за духовной помощью приходят к вам, какое имеет отношение Игнатихоновича к монашеству, к любому из нас на ваше спасение? На ту ответственность, которую вы приняли добровольно или, я не знаю, недобровольно, пасти свою паству, вести ее к Царству Небесному. Если это имеет какое-то отношение, тогда разговор имеет дальше силу. А если это нет, тогда вот вы просто не о том заботитесь. Какая разница, Игнатий Тихонович говорит что-то о монахах, я могу ли что-то сказать о монахах, другой брат что-то скажет о монахах. Какая разница, вы сам не монах, как я понимаю, у вас очень много детей. Монахи, что ли, к вам на исповедь приходят? Я полагаю, что не монахи, а простые мирские люди. Вы просто расставьте приоритеты, что ли. О чем нужно заботиться? Прежде. А не о том, кто, что, где-то сказал. Это вот все для спасения моей души это будет неважно. Бог меня не спросит. А как я отнеслась к тому, что Он сказал? Я имею в виду человек, не Всевышний. Меня это на суде страшно. Не будет у меня это спрашиваться? А вот как я воспитала своих детей во Христе или не во Христе, это меня спросится. Какой я пример им подала? Какой я пример подала окружающим меня людям? Это с меня спросится. У меня все. Пока. Будут вопросы, пишите. Еще один. А почему нельзя прямо выходить и задом выходить? Почему? Ты задумывалась, нет? Ну, видимо, я тогда не задумывалась, но я вот слышала, буквально слышала, что к алтарю нельзя задом, извините, спиной нельзя спиной к алтарю, поэтому... Нет, сейчас вопрос, почему он не напрямую к Инатий Тихоновичу такой вопрос задает? Нет, Игнати, нет. Нет, Игнати, нет. Значит, Игнати спрашивает у меня, почему нельзя мне... Не мне, говори, ей. А ко мне он знает, что-то говорят враги, я в черный список занесу, что тебе советую. Дальше они будут поливать тебя... А я не умею, я искала в черный список. Я тебе покажу. Дальше заливает мерзостью? Это только первый вопрос. Дальше уже пойдет. Дальше он себя накачивает такое будет, что... Еще пишет Галина Чебурахина. Вот пишет и пишет. Я к ней обратилась и сказала, вы вообще кто? У вас ни фотографии, ничего, фамилия, имя, я даже сомневаюсь, что это вообще ваша фамилия или имя. Вы, если хотите продолжать какое-то общение, вы в кавычках написала, явите себя миру, покажите свое истинное лицо. Ты где у тебя есть, ты в Мейл.ру, и дальше проведи, и в конце там написано там твой сигнал. И маленький треугольчик, нажми, и там выскочит настройка. Настройку нажми, там черный список, и внизу только занесли, занеси его. Это не на почте. Я тебе покажу. Это не на почте, это вот в этой соцсети, мой мир. Я там не, я не знаю, где там черный список. Я знаю, что это люди специальные и выполняют миссию, которой дьявол им доверил, погубить людей. Они ничего дать не могут. Какое отношение я имею в монашество, никакого, но я имею мысли свои, что они запечатали людей, не отпускали на проповедь. Я ни их подвиг, не беру ничего, это перед Богом. Главное, они не пошли по велению Божьей, идите по всему миру. И результат, вот он, пожалуйста, возникло в мусульманство. Там никто не проповедовал, там нашелся другой человек. Но не проповедует Христе, то ни одного бы и не было здесь сидящих, никого. Я бы не говорил, моя сестра не знала Евангелия. Моя сестра бы не знала, у нее бы не родился сын верующий, от сына вот она сидит. Пожалуйста, Лиза, уже внук. Плоды идут через поколение целое. Итак, почему нельзя тебе было повернуться, нормально уйти, а только задом пятиться? Мне не объяснили. А сама-то не думала? Сейчас, не знаешь? Ну, она же сказала уже. Что? Калатарю нельзя поворачиваться спиной. Да не спиной, а задницей. А спина, она там же, где и задница. Ну, не договориться до конца. И когда исповедует, где исповедует, даже когда мужчина писался, не поворачивался ли ты на восток? Какое отношение имеет к востоку? А это как бы образ, это все выдуманное там где-то в закулисных тайге, в песках. Хорошо, что я так не писал. Ко мне подходит и говорит, исповедовал, говорит, сейчас священник меня и говорит, муж законный, там пятеро ребятишек, а не ложил ли ты руку жене своей на грудь? А куда я должен положить? Голову положил. То есть, понимаете, это монах, он грезил задницу, и грудь женщины, и все это записано было. Это все показывает, чем люди болели. Помните, там, картина-то такая какая-то есть у вас, вы распечатывали в одном из томов, где монах сидит, спит, там книги, там завалено все у него, лампа горит, а тут мечты такие у него, что он под деревом стоит и обнимает девушку. Ну, может быть, это не мечты были, а искушения от дьявола. Да, конечно. Это одно и то же. Нет, одно дело, когда искушение приходит, и ты начинаешь молиться, и чтобы избавиться, чтобы этот грех ниже в сердце не поступил. Конечно. Не приступил к тебе, и ты его не воплотил. Он проснется и губится. Я согласен. Только пускай бы он пошел бы, работал на стройке, на соцтрудом занимался, и все. И у него была бы жена. Не надо ничего придумывать. Я читал бы книги в интернете. Прямо в планшете. Вот стоишь, одним мастерком работаешь, другим читаешь. Все у тебя есть для этого. И главное придешь, и жена, и там еще... Ты сейчас ко мне зайдешь, я тебе покажу. Где говорят? В моем мире? Да. В течение одной минуты. Хорошо. Затем. Еще последнее. 15-16 стихи. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая свадь, тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой силы и бесполезно, как и необрезание. Ибо Христос все обновил и требует от нас новой жизни. Жизнь по Христе новая тварь, потому что души ваши, обвешавшие грехом, теперь обновились крещением. И потому что в будущем веке, обновившись телом, и сделавшись нетленными, мы удостоимся нетления и славы. Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу Христа, избегая облетшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет мира с Богом, освободившись от грехов, которые делают Бога врагом нам и удостоится человеколюбия, не подвергаясь уже ненавистью как враг Божий, но удостаиваясь милосердия, так как наступил на него мир крестом и благодатью. И таковые составляют Израиля в собственном смысле как видящие Бога, а те, которые не таковые, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно так называются. А это заимствовал Павел у Давида, который говорит мир на Израиля. Псалом 114,5. Ну, все. Время вышло. Можно? Можно. Я хотел про монаха сказать, Галя спросил, сказала там, все. А я бы ответил ему таким, ну, что я думаю. Ничего страшного. Знаешь, что нужно тебе почитать? Ну, почитай Златоуста, то место, где к нему пришли братья долгие, монахи, с Египта, и жаловались ему на Феофила. Я слышала. А ты почитай, Патриарх Александрийского, Патриарх Александрийского, почитай, что творили с этими монахами они. Это не просто так было. Десятками тысяч убивали, целые войны против них. Они только единственное, что они защищались, монахи. А может, где-то и защищались, кто сейчас знает. Но поубивали их много. И почему, главное, почему? Страна вымирала. Мужиков-то нету. Мужики сами себя определили без оскопления быть евнухами. И все. И женщины ушли. До 50 тысяч один монастырь. Это только мы один знаем. 50 тысяч. И все это, естественно, не евангельское. Тебе это представь, как люди были потеряны. Это не евангельское. Но они как дети. Вот эти братья долгие. Они высокие были. Их три брата. И они пришли жаловаться Златоусту со слезами. Такие длинные ползут к нему в лохмотьях. Жалуются, как их притесняют, не дают жить. Убивают их. Как дети разговаривают. Монахи тоже получили свое. Господь их вел к покаянию. Но они не поняли ничего. Их пытались привезти в разное время. Туда, куда надо. Ну и Екатерина тут у нас, и Петр Первый пытались привезти. И дальше там все правители. Ну в конечном итоге вот это Нил Сорский почитает его полемику с Иосифом Володцем. Володцем. Почитают эту полемику. Тоже очень интересно. Какими быть монахами? Общежительными или нестяжательными? То есть это вообще... И пускай он там тоже что-нибудь читает про монаха и пускай у него будет тоже мнение свое. Я хочу тебе ответить, Игорь, просто... Да не мне, ему ответить. Нет, ты задал, ты сейчас ко мне же обращался. Нет, я туда обращался. Я просто говорю, я бы ответил. Все. Настойно есть якого истину вложить Тетя Богородицу призноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим без истления Богослова родшую сущую Богородицу Тебе вещаем. Наденься. Просим молитву. Господи Боже, мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный, как много милости у Тебя и долготерпения Твое. Ты явил нам милость у этот воскресный день, позволил открыть Святое Слово Твое, Святую Библию, Евангелие и вникнуть в Него. Научи нас быть истинными Твоими свидетелями, сохрани нас в Святой православной вере, посети обездоленных, покинутых, болящих, парализованных, терпящих бедствий на дорогах и замерзающих, и тонущих. мы просим Тебя, Владыка, научи наценить это драгоценное мирное время. Приди на помощь плененным, казнимым, прими их в обители Твои вечные. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Услышь нашу молитву, Господи, и прими воздияния рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божий всемогущий. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Услышь и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И даруй духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастве, и водительство Духом Твоим святым. И прими, и исполни молитву нашу о всех, заповедавших нам молиться о них. Тебе, Боже, слава, хвала, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и ты слыши, тараптывай. Мы хотели сегодня спеть долго. Много лета. Олег Киньи Пантеллину. Вот она как раз, наша именинница. Многое лето, 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 многое лето. Спасибо, Христос. Сколько лет мы с тобой знакомы? Мы знакомы 40 лет. О, 40 лет по этой пустыне мы прошли. Ты родилась в опиской семье. Да. Пришла через Слово Божие. Вот она, пожалуйста. А у ней дочка. Старшая дочка где? В Томске. А где она? Что делает? Ну, матушка. Матушка, за священником, православным. Видите, как корни дальше идут? Ребята православные, так? Да. А те, которые ничего не знают, они меня судят, я не православный. И все до одного в московской патриархии. Вот, покажи веру твою без дел, а я покажу веру из дел моих. Спасибо, Христос, за пожелание. Кастрюли я не выставлю. Спасибо, Христос. Спасибо.